сегодня с божьей помощью мы рассмотрим законы ребит современный будет поторим и просмотрим процентные суды рассмотрим оплаты за товары как происходит как правильно делать как предоплату товару делать и как нанимать работника и как снимать квартиру в общем такие очень житейские вопросы рассматриваются наши сегодняшние передачи и так процентное судо имущественных отношениях между и время строго запрещено второй то есть речь идет о процентной суде заповедь запрещает любую форму займам связанную с требованием вернуть суду с надбавкой то есть любит оба форме надбавки и единократная еврей одалживает еврею 100 монет с тем чтобы тот вернул 120 и надбавка начисляема соответственно времени пользования суды например один процент в месяц является нарушением закона еврейского при этом запрет нарушает как кредитор дающий займы под процент так и получать в суде то есть мы видим что займы под процент они не являются разрешенными по торе как и в прочих областях закона связи с запретом процентной суды мудрецы наложили ряд дополнительных установлений призванных отдалить еврея от нарушения заповеди тора часть еврейского закона разбирающие эти вопросы называется законами ребита и так традиция устная тоже утверждает что когда еврей сужает еврею сужает еврею под проценты его состояние приходит в упадок а само прегрешение сравнимо с отрицанием основе и хэвис хайм пояснял столь суровое отношение торы к этому запрету и он пишет так то есть рассмотрим в чем же причина какой какой смысл а для заповеди что почему так кроме того что человек нарушает своим поступком несколько заповеди торы он также проявляет при этом отсутствие веры в божественное провидение ведь он считает что любые деньги которые ему удастся ухватить по закону или вопреки нему останутся в его пользование но если бы он верил что творец управляет происходящим в мире и что он отпускает пропитание всем творением и без воли бога человек не может обогатиться не стал бы он заниматься этим сужать под проценты против закон тары ибо есть прямая обязанность верить что у творца довольно возможности умножить его достаток и без этой запрещенной сделки следует ясно знать что как раз наоборот если займется еврей такого рода сделками противоречивающим воле творца то несмотря на то что он получит свою прибыль сейчас конце концов эти деньги у него не задержится как сказано строящие богатство против закона посреди дней своих оставит его это говорил мораль поясняет философский смысл этого запрета тары следующим образом суть отношений между кредитором и должником случае процентного займа противоречить единству народу израиля ведь один еврей использует для собственного ведь один где еврей использовать для собственного обогащения нужды нужду другого согласно этому объяснению понятно стоит строго отношения туры к суду с процентом то есть сказано что кто-то будет заниматься таким он оставит свое богатство посредине своих ну понятно что означает то есть либо богатство уйдет от него при жизни либо сам человек уйдет из жизни до время до времени оставляя накопление другим не приведи господь хотя запрет взимания и выплаты процентов за кредит является одним из строжайших запретов тары как показывает практика с этими законами люди знакомы гораздо меньше чем например законами каршута и не стоит редко из-за простого незнания нарушая те или иные аспекты запретом и поэтому каждый еврей должен иметь общее представление об этом разделе закона чтобы знать возможные преткновения и пути решения проблем итак рассмотрим на практике что делать с этим законом робит основные законы предоставления суда заповедь туры запрещает еврею давать займы 1 заповедь туры запрещаете выдавать займы под проценты другому еврею другая заповедь относящиеся к получению займа запрещает брать суду под проценту еврея но брать суду под проценту не еврея также давать не еврею суду под процент разрешено то есть с моей предыдущие примечания согласно подходу морали нетрудно понять почему не существует запрета на процентную суду между евреями не евреи почему это видно потому что пену мораль великий мудрец тора он говорил что суть отношений между кредиторами должником случае процентного займа противоречит единство народу израиля то есть из-за нужды другого обогащается 1 обогащается из-за нужды другого и и поскольку народ израиля это как единый организм единое целое то это противоречит функционированию этого единого организма и базовым законам так как не не еврея он не входит как бы в эту систему соответственно это не идет нарушением теперь следующие по закону тора торы запрещена форма суда когда стороны изначально во время предоставления займа оговаривают между собой надбавку которую получатель займа обязывается доплатить кредитору а также продление срока суда за дополнительную плату по указанию мудрецов запрещена любая надбавка к должной сумме не оговорено заранее в том числе добровольный подарок кредитору связанные с полученные суды то есть мы видим что нельзя заранее договориться что типа будет будет вернем деньги будут возвращены с надбавкой запрещено давать 3 запрещено давать займы с условием что получатель выплатит надбавку третьему лицу например одолжен отдал одолжить с условием что получатель суды даст такую-то сумму вздаку то есть не задалживать каким-то условием единственное исключение когда предоставляющий заем может иметь выгоду подарок от третьего лица например если никто зная нужды друга обращается кредитору с просьбой предоставить тому беспроцентную суду и за это обязывается дать от себя кредитору некую сумму в подарок однако даже для такой формы займа существует ряд ограничений то есть мы рассматриваем сейчас какие-то крайние случаи как как я или можно обходить это однако даже для такой формы займа существует ряд ограничений получателю суды то есть мы рассматриваем случай когда есть какой-то человек которым нужно суда и какой-то не друг этого человека у кредитора говорит что дай ему деньги беспроцентно он даст ему кредитору этот друг даст ему какой-то подарок как бы тот дал деньги и теперь он получает дополнительную какую-то еще вознаграждение то есть можно подумать что это как процент как надбавка это если единственное исключение это она с рядом ограничения получателю суды запрещено просить третье лицо дать подарок кредитору и таким образом обеспечить для себя получение займа и получателю суды запрещено компенсировать третьему лицу подарок кредитору пункт 5 запрещено взимать процент за предоставленный займ даже если это связано с материальными потерями например кредитор теряет доход который мог бы получить вложив сумму займа в бизнес если еврей одалживать знакомому или родственнику деньги находившимися в банке на сберегательной программе и проносивший определенный доход нельзя просить должника компенсировать потерю процентом несмотря на то что убыток в данном случае совершенно реальный с другой стороны даже когда получать из суды по собственной инициативе хочет возвратить потери прибыли кредитору запрещено принимать компенсацию то есть не ни одна ни другая сторона не может сверх одолженные суммы короче возвращать почему получение прибыли от сберегательной программы в банке разрешено а процентное суда частному лицу запрещено то есть мы смотрим почему получение прибыли от сберегательной программы то есть когда человек ложит в банк там тысячу долларов и получает прибыль от банка а процентное суда частному лицу запрещено рассмотрим почему я так следует следует оговориться что на самом деле не существует особого разрешения для банка когда банк находится в нееврейском владении то выплата процента просто лишь разрешено по закону в стране израиля же все денежные вклады в банк юридически оформляется не как заем а как вклад в совместный бизнес то есть потому что если было бы не так тогда нельзя было бы евреи вложить деньги в банк получается поэтому как идет обход что по закону это получается стране израиля все денежные вклады в банк юридически оформляется не как заем то есть типа одолжил там не как-то как вклад совместный бизнес то есть типа как типа с банком делается бизнес поэтому хотя банк и выплачивает проценты вкладчиком это разрешено разрешено по закону тору дальше будем рассматривать более подробно поэтому хотя банки выплачивать процент и вкладчикам это разрешено по закону туры так получать свою долю дохода в совместном предприятии веський закон не запрещает подобный договор о вкладе денег в дело можно заключить также с частным лицом в этом случае будет разрешено получать надбавку к сумме отданную в распоряжение получателя разумеется при соблюдении всех деталей закона то есть имеется ввиду когда один вкладывает бизнес другого как и во многих других заповедях торы мудрецы установили дополнительные ограничения призванные оградить народ израиль от возможного нарушения заповеди одно из них уже упоминалось выше выплата надбавки к суде запрещена даже когда она не оговаривалась между сторонами при предоставлении займа последующих главах будет затронута несколько других случаев имеющих скотство с процентной судой в которых мудрецами был установлен запрет оплата товара надбавка к цене при отсрочке оплаты товара вернемся к простейшему примеру суды с надбавкой человек одалживает другому 100 монет с условием что тот вернул спустя год 120 в данном случае 20 монет взимается по сути в качестве оплаты того что одолженная сумма исключена из личного пользования кредитора на некоторый срок или другими словами за согласие кредитора дожидается возврата денег год случае займа с надбавка и случае займа надбавка запрещена по закону торы однако долговые отношения между людьми могут образоваться не только в результате суде но и к примеру результате торговой сделки при строчке оплаты товара можно ли требовать надбавку такой ситуации строго говоря до принятия дополнительных установлений закон торы запрещал только надбавку суде однако мудрецы наложили запрет надбавки также долга образовавшегося в результате торговой сделки но лишь в тех случаях когда приплата имеет смысл компенсации за ожидание денег например если при неведенной оплате товар стоит 100 монет а в случае отсрочного платежа продавец требует 105 то подобная надбавка является ребитом и запрещено и применительно к современной ситуации если на товар объявлены две цены цена на наличие и цена при покупке на месячные платежи как правило больше чем цена за наличные то покупать такой давай в расстрочку евреи 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 у еврея нельзя то есть еще раз на рассмотрим это случае если применительно к современной ситуации если на товар объявлены две цены цена за наличные и цена при покупке на месячные платежи как правило больше чем цена за наличные только покупать такую товару срочку еврея еврея нельзя то есть если есть сумма 500 шеке она разбивается на пять месяцев человек плоти каждый месяц по 100 то есть он пять месяцев заплатил по не получилось 500 и цена была 500 тогда так можно но если при разбитии на платежи цена будет больше стоить то и так уже запрещено покупка на выплаты разрешена лишь только тогда когда это не связано с отбавкой в цене или когда продавец не сообщил покупателю цену товара при немедленной оплате в то же время если надбавка взимается продавцом не связи со строчкой оплаты а по какой-либо иной причине она не считается ребятами разрешена по закону например продавец заявляю что при оплате наличными цена такая это при оплате чеком даже опасным выписанным на сегодняшнее число несколько выше в этом случае время может заплатить продавцу даже отстроченным чеком так как надбавка взимается им никак компенсации за ожидание оплаты покупки а в связи с тем что оплата чеком по каким-то причинам ему менее удобно то есть есть рану в разные да есть можно оплачивать оплачивать разными способами и какой-то может быть выгоднее какую бизнесмену предприниматель на какой-то менее выгоднее то есть если какие-то виды оплаты большая надбавка поэтому товар может через наличными стоит дешевле чем он будет оплачиваться например там карты либо чеками это дальше это не считается ребят потом почему потому что это не не услуга а это просто стоимость этой оплаты она больше то есть например при оплате там через интернет платеж еще снимается какие-то проценты банком за транзакцию поэтому она может стоить дороже чем было стол и было стоило бы на личными это не считается ребят другой пример никто продает серию книг из пяти томов и сообщает покупатель что все 5 томов вместе стоит 250 шекелей однако существует возможность приобрести тома по отдельности по одному месяц но в этом случае цена каждого тома будет возрастать на 5 шекелей в месяц то есть первый том купленные сегодня будет стоить 50 второй через месяц 55 3 через два месяца 60 и так далее в итоге вместо 250 покупатель заплатит 300 шекелей подобная сделка сделка разрешена так как в данном случае несмотря на то что продавец требуют надбавку она имеет смысл повышение цены за книгу но не ожидание выплаты долга покупателям каждый том покупается каждый месяц отдельно за условную цену и долговые отношения между продавцом и покупателем не образуется то есть мы рассматриваем случай да когда просто получается оптом дешевле а в розницу дороже мы рассматриваем случай это не ребят подобно рассмотренному примеру обстоит дело со страхованием автотранспорта когда клиенту предоставляется выбор заплатить за год вперед некую сумму или же платить ежемесячно что связано с определенной доплатой в этом случае также если человек предпочитает платить ежемесячно это не связано запретом ребитом так как тот кто платит помесячно приобретает тем самым соответствующие имущественные обязательства страховой компании на месячный период цена которых несколько выше чем 1 12 стоимости годичной страховки и доплата не связано с каким-либо долгом клиента он лишь приобретает тот товар который ему удобен доплата связано с повышением индекса цен в некоторых случаях незапланированная задержка оплаты также может быть связано с запретом ребитом для примера разберем ситуацию заказом услуг человек снял зал для семейного торжества но заплатил за него не сразу по окончании мероприятия как того требовал владелец зала а лишь через некоторое время кроме прочих запретов торы такое поведение заказчика может быть связано с нарушением законов ребитом поскольку экономическая реальность сегодня такого что истинная стоимость денег постоянно падает в случае опоздания с оплатой нередко взымает заказчика соответствующую надбавку компенсирующие падение цены денег эту доплату в стране израиль надо называет от смода привязка к индексу цен иногда официально именуют ребит однако 1 иногда официально именуют ребит однако с точки зрения резкого закона не имеет значения как названных документах ее выплата запрещена она взымается за опоздание с оплатой то есть имеет смысл компенсации за ожидание денег то есть так нельзя платить то есть если договорились в данном случае если договорились платить за зал 500 долларов то нельзя платить ни в коем случае даже помесячно или после больше чем договорились потому что получается типа применяется здесь ребит впрочем даже если еврею удалось уклониться от выплаты подобного надбавки задержка заплаты достойно порицания так как в конце концов она приводит к ущербу второй стороны платить нужно вовремя предоплата товара психа когда при заключении торговой сделки покупатель платит вперед между продавцами покупателя могут возникнуть дуговые отношения и тогда при повышении рыночных цен на товар его доставка может быть связана с запретом ребитом поясними на следующем примере еврей покупает холодильник в магазине находящийся в владении другого иврея выборов модель модель он оплачивает покупку с тем чтобы ее привезли на дом через несколько дней по какой цене покупатель должен получить товар если ко дню доставки цены на электротовары подниматься по старой низкой или по новой более высокой с точки зрения принятого современной торговли обычая в подобных случаях товар считается оплаченным продавец вынужден предоставить покупателю холодильник по старой цене однако с точки зрения еврейского закона ситуация не стой проста дело в том что юридический механизм действующие подобные сделки зависит от того имеет имелся ли товар распоряжение хозяина магазина на момент оплаты если имелся то при оплате товара немедленно переходит владение покупателя просто он еще не доставлен таким образом получается поэтому когда в самом магазине или на складе была нужная модель холодильника то повышение цен произошло после того как холодильник стал собственностью покупателем он должен получить покупку без доплаты и какой-либо проблемы ребята здесь нет если же в момент получения денег в распоряжении продавца данного товара нету например покупатель выбрал редкую модель которую нужно специально импортировать только покупатель ничего не приобретает данный момент а заплаченные деньги имеют статус одолженных магазину как правило деньги за товар не хранятся отдельно они немедленно используются в обороте поэтому получая холодильник по старой низкой цене покупатель имеет косвенный выигрыш от предоставления магазина кредита что запрещено по закону другая похожая ситуация человек заказывает шкаф в столярной мастерской столярной мастерской и по требованию хозяина платит вперед ко дню поставки и сборки шкафа цены на мебель выросли по какой цене клиент должен получить заказ поскольку правило в день заказа у мастера нет шкафа точно соответствующие требования клиента деньги полученные мастером имеет статус одолженных поэтому вполне возможно что поставка заказа по старой цене может быть связана с запретом ребитом еще один пример оплата услуг вперед еврей заказал заказал зал для семейного торжества за несколько месяцев до мероприятия хозяин зал тоже еврей предлагает выгодную сделку оплатить заранее полную стоимость заказа или большую часть тогда даже при возрастании цен хозяин обязывается предоставить клиенту зал по цене на день оплаты противном случае заказчик должен будет заплатить по ценам на на рынке услуг дата торжества может ли заказчик заплатить вперед чтобы обеспечить себе низкую цену услуг если сумма заплаченная вперед включает себе только аренду помещения и оборудования такая сделка разрешена поскольку помещение мебель и оборудование существует наличие таким образом при оплате заказчик получает на месте конкретный товар право на пользование залом торжества определенный день и соответственно при повышении цен он по праву пользуется арендованным залом по цене на момент оплаты но если же сумма которую требует хозяин зала включает себя стоимость заказа блюд закон запрещает заказчику оплачивать вперед почему мы тоже могут меняться цены на эти вещи динамически в день оплаты товара нужно клиенту у хозяина ну в день оплаты товара то есть нету этих блюд то есть за месяц нету приготовленных блюд они могут сегодня экран может стоить столько завтра может быть столько соответственно день оплаты товара нужно 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 клиенту у хозяина нету товара блюдо готовится лишь день торжества и соответствующая часть денег будет иметь статус одолженно хозяину зала низкая цена заказа придал предложено им является по сути скидкой заказчику за предоставленный кредит что запрещено по закону нужно отметить что существует ряд несложных путей обойти запрет ребит в случае предварительной оплаты без какого-либо денежного ущерба open упоминаем здесь лишь лишь два из них это первое оформить сделку через глобальный это риском это будет дальше рассмотрено и соответствует со следующей подписью сторон и второй вариант это оплатить заказ косвенным образом а именно условиться с владельцем зала что за вносимую плату покупатель получает что-либо им имеющиеся в наличии другой товар находящийся в магазине долю в оборудовании и прочее но заказчик желает будущем поменять купленное на заказанный предмет когда он будет наличии то есть такой обход получается поскольку результате такой юридической манипуляции покупатель немедленно приобретает конкретную вещь то что вещь остается продавца не меняет дело между сторонами не возникает долговых отношений соответственно нет и проблем ребитом впрочем есть в этом способе определенный риск так как хозяин бизнеса нормального вправе предоставить вместо заказанного предмета тот за который заплачено тем не менее когда порядочность второй стороны не вызывает у покупателя сомнений способ может быть применен в целом прежде чем заключать какую-либо сделку связанную с выигрышем одной из сторон при изменении цен на рынке следует выяснить уровень и не связано ли это с нарушением закона и при необходимости подобрать приемлемый способ решения проблемы однако после того как сделка заключена в запрещенной форме как правило поправить что-то ретроспективно невозможно и чтобы не нарушить запрет приходится идти на денежные потери тем не менее в подавляющем большинстве случаев существуют способы предотвратить нарушение законов ребит без ущерба и следует их использовать мы закончили тему ребитом это общая информация чтобы понимать просуды запреты разрешения в них